Приветствую вас и у ситуации, которую вы описали, может быть несколько причин. Если говорить конкретно, то две основные причины могут быть у данного феномена. Первый феномен заключается в том, что вы не соблюдаете личные границы. До какой-то причины вы слишком быстро выпускаете человека в свое личное пространство. И для вас это нормально, то есть у вас нету каких-то проблем с тем, что вы делаете. Вы можете общаться, общаться достаточно близко, хорошо, хорошо и так далее. Но при этом для человека со стороны выглядит так, как будто вы, ну, принимаете его, как будто вы уделяете ему больше внимания, чем вот кому-то другому. Так, конечно, человек. И это связано только с одним, с вашим поведением. С тем, что вы, возможно, слишком близко принимаете человека к себе, слишком искренне общаетесь, слишком интимно, по его мнению. И в таком случае нужно соблюдать эти самые внутренние границы, то есть, может быть, больше формальности, больше официальности, меньше такого понебратского общения, больше нейтральных тем и так далее. Если вы разговариваете о себе, то, соответственно, разговоры о себе, как правило, и дают понять человеку, что вы как бы ему доверяете. То есть, если я вдруг начну вам рассказывать что-то о себе, то вы, наверное, подумаете, что я вам доверяю. И если вы будете благодарным слушателям, то я подумаю, что вам интересно. Я подумаю, что вы действительно заинтересованы в том, чтобы послушать именно меня. Поскольку каждый человек, абсолютно каждый человек думает, что именно он является индивидуальным, уникальным, особенным, то вы склонны думать, что вы уделяете внимание только ему. И что только он имеет с вами какие-то особые отношения. То, что для вас подобный стиль взаимодействия является нормальным, человек понять не в силах. Просто потому, что тогда придется понимать, что он еще один, а не уникальный. А люди склонны думают именно то, что они все-таки неповторимы. Отчасти это, конечно, да, кажется, человек неповторим. Но смотря в чехол, его неповторимость проявляется, как правило, в креативном мышлении, в творчестве, в принятых каких-то решений. Но очень часто бывает так, что человек все-таки довольно-таки шаблонно подходит к определенным вопросам. И здесь вот именно та самая ситуация, шаблонно. То есть, понятно, да, внутренние границы это то, что заставляет человека думать, что вы к нему испытываете симпатию. И симпатию достаточно серьезную, искреннюю, крепкую и так далее. И чтобы этого не было, соответственно, нужно проработать, проследить всю линию развития ваших отношений. Вот когда они, скажем, начинаются только, и когда они становятся регулярными относительно крепкими. То есть, вот что меняется для вас, для человека, в моментах, когда вы только-только познакомились. Если вы очень хорошо находите общий индекс с людьми, быстро с ними выступаете в контакт. То есть, умеете расположить к себе человека. То это, в принципе, такое вот выразенное качество. Оно и воспринимается людьми, как химпатию к себе, просто потому что другие люди так себя не ведут. И, как вы, наверное, уже поняли, мысль в том, что вас воспринимают в сравнении с другими людьми. То есть, человек общаясь, он воспринимает вас, вот как бы он сравнивает вас с другими знакомыми, с другими партнерами по взаимодетам. Он понимает, что вы наиболее привлекательный кандидат. Почему? Потому что, допустим, вы всегда открытые, веселые, позитивные, интересные. Вы можете сами что-то рассказать, можете послушать и так далее. И, как известно, очень важно умение слушать людям иногда для диалога, ну, иногда просто чтобы их выслушать. И, если вы умеете это делать, то, собственно, и создает такое впечатление. Либо вам необходимо ограничивать, вот, общение, то есть, установить какие-то вот границы, за какую-то человек не может переходить, допустим, не рассказывать о себе, например. Или не так позитивно общаться с людьми, допустим. Ну, что-то изменить в своем взаимодействии с окружающими так, чтобы они поняли, вы не готовы с ними сближаться. Вы не хотите этого и не желаете. Еще один момент, связанный с вами, заключается вот в чем. Человек, когда общается с другим, хочет всегда, чтобы этот другой слышал его желание. Вот, допустим, я с вами хочу, чтобы вы слушали мои желания, да, предугадывали их, понимали, чего я хочу, понимали, чего я боюсь и так далее. То есть, по сути, вы должны, по моему мнению, проникнуться моими чувствами. То есть, ваши чувства на данный момент отходят на второй план и на первом этапе встают мои чувства. То есть, я говорю вам, в твоих чувствах вы мои чувства переживаете, а в ваших чувствах речь не идет. И, по сути, получается так, что вы превращаетесь в некий такой сосуд моих эмоций, моих чувств и так далее. То есть, теряете собственное я, теряете свою собственную индивидуальность. Вы никак себя сами, со мной в данном случае не проявляете. Что происходит? Я понимаю, что вы переживаете мне. Вы знаете, от чего я хочу. Вы, по сути, живете моими желаниями, моими эмоциями. И мне это нравится. Я хочу так дальше с вами поддерживать общение. Именно в таком ключе. Как я в данном случае воспринимаю вас? Ну, наверное, как средство для переживания своих эмоций. Как средство для диалога. Может быть, как от души, может быть, как-то еще. Что при этом получается? При этом вы теряете свою собственную самобыть. То есть, я не вижу вас. Вас. Я вижу вас, себя. Но вас лично я не вижу. И вот то, что если вы отсутствует, как бы, как барснер при общении с человеком, если вы полностью растворяетесь в этом общении, будьте на время, пусть на время общения, то так вы выглядите. Нет ощущения у другого человека, что вы защищаете свои интересы. Нет у другого человека, что вы как-то устанавливаете какие-то пределы, границы, рамки и так далее. Нету. А именно пределы, рамки и границы позволяют нам говорить о том, насколько человек нас заинтересовал. Соответственно, на этот момент тоже нужно переосмыслить. Посмотреть, как вы ведете себя с другими людьми. Насколько сильно вы проявляете свои собственные интересы с ними. И насколько вы можете как-то их проявить в отрицательном ключе. То есть осадить человека, остудить его как-то негативно. Проагировать на его какие-то слова, на его высказывания и так далее. То есть насколько сильно вы готовы защищать собственный суверенитет. И насколько вы проявляете свои желания, свои чувства с ним в этом человеке. Вот это поможет вам также показать, что прости, дорогой, у меня есть свои еще интересы. Если тебе с моими интересами не по пути, а далеко не каждый человек будет готов мириться с интересами другого, если они идут слишком в разряд всего. то это и будет по сути обращать одну из границ, которые вы установите на пути взаимодействия с людьми. Второй момент, он более простой и связан с тем, что люди окружающие вас могут иметь определенные специфики. То есть та среда, та среда, где вы обитаете, то общество, где вы находитесь, где вы занимаетесь место, у любого общества есть свои вот потребности, у любого общества есть какой-то дефицит жена. У каждого общества в каждом городе, в каждом даже квартале в обществе есть свои какие-то удовлетворенные желания и не удовлетворенные. Соответственно, может быть так, вполне реально может быть так, что то общество, где находитесь вы, как раз и испытывает острый недостаток в том, чтобы был кто-то, с кем можно поделиться. Чтобы был кто-то, кому можно рассказать о своих проблемах, чтобы был кто-то, кто поймет, поддержит, успокоит и так далее. И если это действительно так, то вашей вины в этом нет. Вы не можете ничего сделать с потребностями других людей, потому что если люди от чего-то хотят, они увидят это где угодно. И вам не нужно даже ничего для этого делать. Достаточно просто дать такому человеку какой-нибудь объект, и он его как бы интерпретирует по-своему. Вот как ему это нужно, как ему выгодно. И все. И больше, по сути, от вас ничего не нужно. Если это действительно так, если люди действительно испытывают подобные проблемы, то вам нужно просто принимать во внимание наличие этих проблем и решить для себя. Готовы ли вы и для скольких людей вы готовы эти проблемы решить? То есть, скольким людям мы готовы стать таким вот партнёром на такой вот подверг, опоры и так далее. И выбрав несколько человек, больше уже никому не позволяете. Потому что если большое количество людей будет требовать от вас постоянной отдачи, то вы рискуете потерять себя, а значит рискуете потерять свою собственную индивидуальность, что недопустимо для личности. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Я благодарен. На этом всё. Удачи вам. 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 Продолжение следует...